День с толком Три года слышит отец ребенка, которого чуть не придавило бетонной плитой. Стоит ли надеяться на справедливость? Не бывало урожая рябины, что обещает примета и кто это зимой будет точно доволен. Алтайский край уже второй день бьет ковидный антирекорд по числу умерших пациентов – 27 человек за сутки. 527 находятся в тяжелом состоянии, 207 подключены к аппаратам ИВЛ. Напомню, многие медики, в том числе главврач московской коммунарки Денис Проценко, не исключают прихода четвертой волны коронавируса этой осенью. А между тем, в первой горбольнице Барнаула не могут выписать пациента. И как ни странно, медицинские показания тут ни при чем. Месяц в медучреждении уже не лечится, а живет женщина 74 лет. Выписывать ее означает выставить бабушку на улицу. С 15 августа мы не можем добиться встречи с родственниками, ни телефонных звонков, никто по ней не беспокоится. Беспокоятся лишь врачи. Уже месяц, как в первой горбольнице, приютили 74-летнюю женщину. Это платье, наверное, да? Ночножки. Ночножки. Ветровка, бинты, памперсы, весь багаж Ляли Куропаткиной. Ее привезли сюда в августе, быстро поправили здоровье и не знают, что делать дальше. Восемь лет женщина вместе с дочерью жила на съемном жилье, пока одним утром хозяйка не заставила их съехать. Выгнала. Но вы нашли другую квартиру, наверное? Нет. Нет? А как? Я попала сюда, а дочь я не видела. Из органов милиции мы выяснили, что дочь не желает забирать свою маму, что она ей не нужна, что дочь ведет разгульный образ жизни. По словам врачей, такие истории происходят постоянно. Например, когда никто не забирает человека, которого привезли из отдаленного района. Родственники не хотят ли или не могут, но такие пациенты, а как правило это пожилые люди, могут прождать в больнице несколько дней. Иностранцев здесь тоже лечат, потом им помогают вернуться домой, но случай с этой бабушкой сложный. Ляли Куропаткина – жительница Казахстана. У нее нет полиса, а значит больница должна ее выписать. У нее нет своего жилья в Барнауле, нет его и в Казахстане, и родных, кроме дочери, тоже нет. Вы не думаете, что она вас бросила? Нет, что бросила, нет, думаю. В настоящее время наша койка используется как хоспис. Мы ее уже научили ходить, она сама передвигается, все. Но у нас просто не поднимается рука, вытолкнуть ее на улицу и сказать, что вот бог, вот порог. Истории Ляли заинтересовались в соцзащите города. Женщина не хочет покидать Россию, поэтому сотрудники ищут ее дочь. Поговорить о судьбе матери. Если вдруг мы ее не найдем, то мы уже связываемся с управлением миграцией в Алтайском крае, будем оказывать содействие в получении либо вида на жительство, либо гражданства Российской Федерации. Что касается социальной поддержки таких людей, выход один – это искать наши общественные организации некоммерческие, которые организуют социальные приюты для таких людей. И там, как правило, они за счет собственных средств оказывают поддержку этим людям. Если на бабушку оформят все нужные документы, ее смогут определить в дом-интернат. И Ляли не останется на улице, а в больнице освободится целое койко-место в преддверии сезона гололеда. Свои вопросы о будущем женщины мы адресовали миграционной службе. Анастасия Дороган, София Яценко, Алексей Фризин, Данил Захаров. День с толком. Педагоги одной из алтайских школ попросили помощи у губернатора края Виктора Томенко. Сегодня Пещерская СОЖ в Каменском районе находится на грани закрытия. И все потому, что здание не соответствует современным стандартам. Гурей Вячеслав Евгеньевич, обращаюсь к правительству Алтайского края с убедительной просьбой помочь нам в капитальном ремонте школы. Во время приемки перед учебным годом школе сделали замечания в крайней форме. Сотрудники МЧС были недовольны системой пожарной безопасности, Роспотребнадзор – столовой. Все, что могли, учителя исправили, но заменить крышу и старые стеклопакеты за гранью их возможностей. Сегодня зданию срочно необходим капремонт. Родители очень надеялись на то, что местные власти пойдут на уступки. Они будут сохранять школу так же, как и жители, где что можно, как говорится, силами своими помочь. Они готовы сохранять эту школу. Но переживают родители за это. Переживают. Вячеслав Гуреев – автор ролика «Учитель истории» и по совместительству заведующий филиалом Пещерской СОЖ. Под его руководством сейчас в школе учатся 33 человека. Семеро в этом году будут заканчивать 9 класс. Если школу закроют, им придется ездить в соседнее село. Ущерб здоровью необходимо компенсировать материально. В этом уверен отец барнаульского подростка, на которого упала бетонная плита в одном из дворов города. Уже несколько лет мужчина пытается добиться выплат от управляющей компании. Есть ли шанс ее все-таки получить, разбиралась Анастасия Наборщикова. Мотивы детства в этом дворе звучат иначе. Временские музыканты в повторе чуть не убили здесь ребенка. Бетонное небо буквально придавило 9-летнего мальчика. Сейчас со здоровьем, слава богу, все в порядке. Три года мы лечились. У него был перелом пятки, довольно-таки серьезный. Сейчас у нас идут судебные тяжбы с уважаемым Дезом, который не хочет признавать свою вину. В 2017-м во время строительства новой площадки эта конструкция мешала технике. Один из рабочих, согласно документам, самовольно вызвал кран и разобрал ее. Поясним, плиту, упавшую на ребенка, до вмешательства горе сотрудника держали лавочки. Вернуть их на место человек не удосужился. Соответственно, она ничем не закреплена. Она просто там вставлена в пазы. Но если ребенок может ее уронить. Уголовное дело не завели. Мальчик остался жив. Однако родители потребовали у управляющей компании компенсацию за ущерб, причиненную здоровью сына. Но денег не дождались. В документах значилось, что ребенок сам зашел за заградительную ленту и раскачивал плиту. Правда, фото, сделанное сразу после происшествия, лишь подтверждает, что никакой ленты не было. Папа рассказал, что вот эта вот конструкция, ее сдвинули и не закрепили. И никак не оградили лентами. Это было действительно так. Ее поставили, не успели закрепить. Но дело в том, что идет сегодня разбирательство. Там приписывают очень много денег. И, наверное, мы, может быть, не согласны. То есть вас смущает сумма? Да, да. Есть конкуренция вот в этой ситуации между 1064 статьей Гражданского кодекса и 1083. Первая статья у нас говорит о том, что лицо, причинившее вред, обязано его возместить. Ну и предполагается, что полностью. А 1083 статья говорит о том, что есть случаи, когда сам пострадавший отчасти повлек причинение такого вреда. И, соответственно, в этой ситуации суд может отступить от полного возмещения. Частичное или полное возмещение – это все равно победа, уверен юрист. В нашем случае родители запросили 130 тысяч рублей. Во время лечения у сына, по их словам, были серьезные проблемы с ногой. Восстановление требовало больших затрат. Кто выиграет суд? Пока вопрос, но юрист практически уверен в победе родителей. Правда, сумма ущерба по итогу может оказаться не столь значительной. Остается только ждать. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. А после инцидента, который недавно произошел в одном из автобусов Барнаула, в регионе проверят работу общественного транспорта. Напомним, в 58-м автобусе мальчику стало плохо, его стошнило. Водитель отказался высаживать ребенка, пока он не уберет за собой или не заплатит штраф 300 рублей. В итоге мальчика не выпускали до конечной остановки. Случай вызвал общественный резонанс, и теперь в рамках проверки транспорта общественники оценят количество необходимых маршрутов, интервала движения общественного транспорта, а также состояние автобусных павильонов и остановок. Причем оценивать будут не только состояние техники и остановок. Внимание уделят и водителям. А тем временем водителям, высадившим мальчика, уже занялась прокуратура. Более 300 километров дорог Края в этом году приведут в порядок. Сегодня Минтрансрегиона подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Подробности у Софии Яценко. Обновить дороги и повысить безопасность в Алтайском крае продолжают реализовывать нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Благодаря проекту на территории Края уже в этом году обновят 109 объектов, общая протяженность которых – более 300 километров. Ремонт начали с наиболее крупных объектов – Сминогорский тракт, а также краевая сеть Крутиха, Панкрушиха, Хабары и Славгород. Если там полторы, ну две машины в день проезжают, ну естественно, может быть пока и пусть обождет эта дорога немножко. Может быть и так. А там где 60-80 тысяч, вот ее и надо в первую очередь делать. Она в первую очередь и изнашивается. Кроме того, в нормативное состояние приведут и автомобильные дороги в крупных городах региона. На это выделено более миллиарда рублей. Но и те дороги, которые по критериям в проект не попали, без внимания не оставят. Есть, конечно, часть, ну как бы недостаточное количество финансирования в этих районах. Но тем не менее, сегодня говорить о том, что не финансируется в других населенных пунктах или в малых городах, такого сказать нельзя. Мы в каждом районе присутствуем. Общий бюджет нацпроекта составил почти 5 миллиардов рублей. Отремонтировать запланированные объекты и обеспечить на них безопасность планируют к концу 2024 года. София Яценко, Данил Захаров. День с толком. Бывшему министру транспорта края Александру Дементьеву продлили домашний арест на 24 дня. Об этом порталу Банкфак сообщили в региональном следкоме. Напомним, экс-чиновник обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – более 5 миллионов рублей. Как полагают следователи, некая коммерческая организация должна была стать субподрядчиком работ по нанесению дорожной разметки. А еще деньги обеспечивали бы приемку этих работ. К слову, обычно продление домашнего ареста происходит на более весомый срок – в месяц-два. А такое точное число дней – 24 – может означать, что расследование уголовного дела подходит к концу, считают некоторые эксперты. Сотрудники МЧС, ФСБ, МВД и других силовых структур сегодня провели масштабную операцию в спортивном лагере «Олимп» в Первомайском районе. Там сегодня проходили антитеррористические учения. Ирина Корчагина расскажет все подробности. Такого здесь еще точно никогда не было. Спортивно-оздоровительный лагерь под Бобровкой «Олимп». И здесь сегодня далеко не Олимпийские игры. Пятеро вооруженных террористов захватили лагерь. Условные заложники – студенты педагогического вуза и работники «Олимпа». В роли террористов – студенты Института культуры. И эти актеры явно не переигрывают, потому что в реальной жизни боевики жалеть никого не будут. Изначально мы все взошли так навеселее, думали, ничего серьезного не будет, но тут реально началось. Меня как заложника взяли обменять на питание и воду. И вот, да, действительно страшно было выходить, не зная, что дальше будет. Я считаю, что мы достигли своей цели. Нас заштурмовали. Да, да, да. Человек, да, его жизнь, она может и не учитываться вообще. То есть для нас, как для террористов, в образе террористов, это просто пылинка, да, когда на самом деле здесь каждый важен. Вторая группа, чисто! По легенде, на территории лагеря обнаружили несколько взрывных устройств и емкость с ядовитым веществом. Эти учения, пожалуй, самые зрелищные, которые только видела наша съемочная группа. В них задействовали более 400 сотрудников и почти 70 единиц техники. Среди них авиация, БТР, несколько часов операции, переговоры, освобождение заложников, штурм здания и ликвидация условных террористов. Захваченный объект был оперативно оцеплен и блокирован, в том числе силами спецподразделений и тяжелой техникой. В полной мере отработана поступающая информация о, вероятно, заложенных взрывных устройствах на территории Первомайского района, их поиск и обезвреживание. Наверное, самое главное в этих учениях – взаимодействие структур ФСБ, МВД, МЧС и не только во время реального теракта. Кстати, уже сегодня стало известно, что участники учений показали достойный уровень подготовки. И все-таки хорошо, что все, что мы сегодня видели в детском лагере «Олимп», лишь тщательно продуманный сценарий. И очень бы не хотелось, чтобы каждый из нас что-то подобное увидел в реальной жизни своими глазами. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. Стало известно, что во время учений в Норильске погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Барнаульцы могут получить деньги из бюджета города и реализовать свои проекты по благоустройству. К примеру, построить спортплощадку, дорогу и даже установить линии наружного освещения. Проект назвали «Инициативное бюджетирование», ведь горожане для участия в нем должны создать инициативную группу и направить документы в мэрию, чтобы определить границы территории во избежании проблем во время строительства. Прием заявок стартует 20 сентября. «Сама идея инициативного бюджетирования заключается в том, что жители на своей конкретной территории, в своем микрорайоне, поддерживают какую-то приоритетную инициативу, которую они считают необходимым реализовать на своей территории. Поэтому важным инструментом является поддержка жителей, первое, и второе, участие в софинансировании этого проекта». Ориентировочно на программу выделят 20 миллионов рублей из городского бюджета, но точная сумма станет известна позже, после утверждения главного финансового документа. Сам конкурс проектов тоже состоится позднее. При этом участники должны помнить, что им необходимо оплатить не менее 5% проектной стоимости. Небывалый урожай рябина отмечают в этом году жители края. На радость орнитологам они уверены, что это облегчит жизнь зимующим у нас птицам. А вот по народным приметам, обилие рябиновых ягод может быть предвестником суровой зимы. Анна Рашагирова продолжит тему. В народе считается, что рябина может подсказать, к какой погоде стоит готовиться. Например, если листья рано пожелтели и опали, это говорит о раннем наступлении зимы. А если ягоды покраснели раньше срока, зима, наоборот, будет поздней. В этом году все происходит вовремя. Вот только урожай больше, чем обычно. И это снова примета. Зима будет суровой. А вот биологи уверены, совсем не рябина влияет на погоду, а наоборот. Прежде всего, лето было очень теплым. Оно было достаточно влажным во время завязывания плодов. И поэтому получился вот такой высокий урожай. В подтверждение биологам и синоптики заявляют, приметы не всегда работают. Но пока одни заняты погодой, другие видят в рябине лишь красоту. Настоящие оптимисты в этом вопросе – орнитологи. Для зимующих птиц, дроздов свиристели и других, зима пройдет благополучно. Многим птицам приходится довольствоваться на самом деле. Практически только одной рябиной, может быть, немного яблоками. На самом деле, они могут еще и почки некоторых деревьев, пустарников кушать. Но вот, тем не менее, рябина – это такое у нас массовое, что ли, столовое. В городе у рябины принято только фотографироваться и восхищаться яркостью плодов. А садоводы-любители на участках специально выращивают это дерево. Рябина – это пищевое растение. Рябина введена в культуру. На самом деле, существует много популяций и форм рябины сибирской. И специально отбирают более-менее сладкие формы. А вы знаете, что в свежем виде плоды горьковатые, но после заморозков они становятся более сладкие. И поэтому, да, в народе, по крайней мере, делают пастилу, делают соки. Поэтому, если и верить в приметы, то только в хорошие. Например, посаженное дерево рябины во дворе сулит хозяину крепкое здоровье. Мукет рябины для девушки поможет ей скорее выйти замуж. А несколько ягод способны исцелить от головной боли. Анара Шагирова, Данил Захаров. День с толком. В крае открыт сезон сбора опят. Грибники делятся результатами тихой охоты в соцсетях. А на рынках трофеями вовсю торгуют. Можно ли заработать на опятах? Где самые грибные места и когда на самом деле сезон опят? По грибы вместе с профессионалом отправилась Анастасия Болотина. Дмитрий Кузьмин – охотник со стажем. К лесу и тихой охоте пристрастился еще в детстве. С тех пор это его любимое хобби. Белые лисички, сыроежки, а осенью опята. Говорит, в нашем регионе сезон их сбора начинается с 1 сентября, но не в этом году. Сегодня, в этом году период плодоношения запоздал, потому что тепло, достаточно тепло в этом году. И вот сейчас уже 6-е, а 7-е сентября, а опят еще практически нет, только мелочи на деревьях в основном. Грибы Дмитрий собирает для себя, а оставшиеся раздает друзьям и родственникам. Говорит, максимум удавалось собрать 4 больших ведра за один раз. Многие собирают грибы для продажи. Однако, можно ли действительно заработать на опятах, мы выясняли уже на рынке. А можно ли вот заработать на опятах? Да, вполне. Но это сезонная работа, поэтому не круглый год можно работать. Говорят, дополнительный доход неплохой. Спрос есть. Покупателей появляется почти каждые 5-10 минут. Купить маленький котелок на рынке можно за 100 рублей, большой пятилитровый за 550. Вполне приемлемая цена для покупателей. В день можно заработать от 3 до 4 тысяч, а доход в месяц может начинаться от 20 тысяч и больше. Обычно грибники не любят делиться местами сбора. Но Дмитрий рассказал, что неплохой урожай опят можно собрать в лесу у ребрихи и рогозихи. Хорошим местом для сбора считается и Космолихинский ленточный бор, примерно в 50 километров от Барнаула. Ну, опята вообще в березняках, там, где березы растут. Например, если смешанный лес, то березы должны расти часто, потому что опенок – это гриб-паразит. И если деревья, березы растут близко друг к другу, то они заражают друг друга этим паразитом. Грибники говорят, опята подоспеют уже через 3-4 дня. А значит, в ближайшие выходные самое время отправиться с семьей или друзьями в лес на тихую охоту. Анастасия Болотина, Данил Захаров. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.